Рекламно-информационная программа. Конечно же, номер нашего телефона 211-101, и мы с большим удовольствием приветствуем наших гостей. А гости у нас, как мы и обещали сегодня, пришли из Вятской филармонии, потому что, вот мы еще говорим, не так вроде бы давно закрывали мы с вами предыдущий сезон. А вот уже снова, да? И вот уже снова у нас в гостях Константин Маслюк, главный дирижер Вятского симфонического Вятского камерного оркестра Константин Александрович. Добрый день. Добрый день. И музыковед Ирина Шиляева. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, соответственно, будем говорить мы об открытии нового, очередного, 26-го по счету, концертного сезона в Вятской филармонии. Все верно. В органном зале. А, 26-й. Это органный зал в органном. В зале Вятской филармонии, то есть мы тоже так и делаем. Да. Нет, действительно, это уже несколько лет органный зал, который ранее был учреждением самостоятельным. Несколько лет назад он стал подразделением Вятской филармонии, что, как мне кажется, в общем-то, в условиях города Кирова очень правильно. Потому что, в общем-то, вся культурная жизнь должна, конечно, концентрироваться вокруг филармонии, как мне кажется. Культурная, музыкальная жизнь. Да. Да, музыкальная. Ну, наверное, я, да? Ну, это вам. Вы можете друг друга дополнять, перебивать, перебивать, да. Дело в том, что органный зал, вот в отличие от нашей основной площадки, которая находится на улице Ленина, летом работать продолжал. Да, поэтому, вот говоря о закрытии и открытии концертного сезона в органном зале, да, это вещь, ну, достаточно условная. А мы когда прощались с сезоном, мы помним, да, мы думали, что... Еще более условная, чем филармония, потому что мы тоже после закрытия сезона продолжали работать и давали концерты, да. Ну, вот здесь я, наверное, Ирина Петровна уже передаю о специфике концертной жизни органного зала, да, она расскажет, безусловно, лучше меня. Ирина Петровна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы вас всех приглашаем на наш новый концертный сезон, который мы откроем уже совсем скоро, 11 и 12 сентября. Мы, как всегда, подготовили очень красивые и интересные программы, рассчитанные абсолютно на все возрастные категории. Можно подальше от микрофона чуть-чуть? Мы ждем к нам в гости детей от трех лет, на специальные маленькие сказочки. Есть у нас такой проект в органном царстве, в органном государстве, или маленькие сказочки для маленьких слушателей. Что это такое? Это настоящий спектакль, где есть настоящие артисты, герои, три сказочных персонажа, один из которых – это всегда ученик музыкальной школы. Талантливый, который очень хорошо играет, несмотря на свой возраст. Это может быть и 8-летний ребенок, и 15-летний уже подрастающий музыкант. Но в любом случае он должен хорошо играть на своем музыкальном инструменте. И вот мы такого музыканта ищем, приглашаем в наш спектакль, и наш режиссер с ним работает над текстом, над артистизмом, то есть делает из него настоящего артиста, уже театрального. Каждый спектакль другой, что ли, мальчишка, да, или девочка, да? Конечно, мальчишка и девчонка все время разные, в зависимости от того, какому инструменту мы посвящаем нашу сказку. 21 октября, вот, например, будет сказка «Кузнечик и скрипочка». В этой сказке будет принимать как раз участие девочка, которая хорошо играет на скрипке, а учится она в первой музыкальной школе. Вот она одна из артистов, плюс еще два сказочных героя. Ну и кузнечик, наверное, кто-то еще будет, в раз уж так называется, да? Да, и обязательно один взрослый персонаж. Все это действие развивается на сцене, в красивых декорациях, в костюмах, и обязательно звучит орган. То есть музыкальные сопровождения всегда органные. То есть на таком спектакле мы знакомим детей с музыкальным инструментом в очень легкой, доступной, понятной для них форме. И это очень интересный момент, потому что всегда после такого спектакля находятся ребята, которые потом с удовольствием идут в музыкальную школу и учатся, скажем так, не на самых популярных инструментах. Вот, например, на скрипке все мечтают играть на флейте, петь все хотят. А вот, например, на добру уговорить кого-то... Да и на скрипку, кстати, тоже не особо, потому что обычно родители против. Ну, по-разному. Потому что, конечно, скрипачи первых лет обучения, они доставляют больше, по-моему, неприятных минут, чем радостных. Всегда же есть второй инструмент, основной фортепиано. Нет, почему? Основной это может быть основной скрипка. Основной это в данном случае скрипка, а фортепиано он присутствует как дополнительный, но обязательно. Обязательно, да. Ну, ладно, отвлеклись непосредственно, да. Понимаете, всегда ведь у родителей какое представление? А давай ребенка в музыкальную школу, многие же как думают? Нужно отдать на тот инструмент, который впоследствии, если вдруг у ребенка будет все получаться, принесет ему, ну, скажем, финансовую независимость. Славу, деньги. Ну, скажем, да, на крамере будет хорошая работа. Конечно. И со скрипкой это проще, правда? Ну, так многие считают. А ведь на самом-то деле все наоборот. Скрипачей-то очень много, и флейтистов много. А вот, например, на Домре играют единицы, и поэтому есть, скажем, дефицит. Или на кларнете, или на Гавое. Или на Фаготе. Да. Ну, на Фаготе пока рано, и как маленький мужик. И вот в ноябре мы будем показывать сказку про цыпленка и домрочку. И у нас такие примеры есть, когда после таких спектаклей ребенок видит, как другой ребенок очень неплохо справляется с таким инструментом, и потом с удовольствием идет в музыкальную школу. И мама с папой его уже так особенно и не уговаривают. Вот так у нас было с Гобоем, например. Поэтому очень полезные и красивые сказки. 30-35 минут, никто не устает. Ну, правда, в нашем зале сразу, кто, может быть, первый раз пойдет, расскажем, что мы детей садим отдельно от взрослых. В условиях органного зала нет амфитеатра, как вы знаете. Все скамьи деревянные стоят на одном уровне. Поэтому, если мы посадим совместно детей и взрослых вместе, получится так, что на 10-м ряду трехлетний ребенок ничего не увидит. Ну, те, кто ходят, они с пониманием относятся. Вот это такое, например, одно из направлений. Еще раз напомните, 3 плюс с 3 лет, да? Да, это для самых маленьких детей. Да, для самых маленьких детей. 3 плюс, 7 минус. Да, можно и так сказать. Цикл концертов уже тоже для детей, да, но и все-таки для детей более взрослых. Да, это мы дальше уже начнем. То есть, когда они у нас переходят уже в возрастную категорию 6+, как сейчас, да, по государственным законам, то таких ребят уже с родителями мы приглашаем на наши более серьезные концерты. Это настоящие концерты. Такой цикл называется «Воскресные концерты для всей семьи». И в этом году это «Музыкальная академия», «Музыкальная карта мира». То есть, в этом году мы будем путешествовать по разным странам. Это Германия. Концерт называется «Германия под сводами строгих соборов». Следующий концерт «Под небом Парижа», соответственно, это Франция. Далее у нас будет Италия, Венецианский карнавал, ну и возвращение домой России. Вот в этих концертах... Италия, Вятский камерный оркестр. Это, конечно, большая радость. Это украшение наших концертов. Мы рассказываем о традициях музыкальных, о композиторах. Обязательно ставим экран. Сейчас это же очень популярно, чтобы и слушать, и смотреть. И вот как раз красивые фотографии, портреты, самые лучшие. Мы к этому серьезно относимся. То есть, все это взаимосвязано одно с другим. Виды и люди связаны непосредственно с культурной жизнью до этих стран. Конечно, конечно. И прекрасная музыка. И всегда привлекаем к участию в этих концертах самых талантливых молодых музыкантов, как раз учащихся музыкальных школ. И опять же, и взрослые, и дети с удовольствием на эти концерты ходят, с удовольствием слушают и ходят с хорошим настроением, что немаловажно. А затем уже приходят на взрослые концерты, которые по категории 12+, они уже готовы. И вот такие ребята могут и, скажем, и в 9-летнем возрасте с удовольствием прослушать уже серьезную программу классическую из наших абонементов. Это у нас детская аудитория. Ну а взрослые концерты, как всегда, разнообразные во время сезона. Мы стараемся приглашать артистов, которые практически играют на всех инструментах, которые у нас есть. Это и те музыканты, которые уже являются, скажем так, нашими самыми важными друзьями. Это золотой фонд такого органного зала. Ну и новые имена. Каждый год мы привлекаем, чтобы знакомить Киров с хорошими музыкантами. Тем более, например, что касаемо органа. Сейчас русская, российская органная школа. Вот те музыканты, которым от 20 до 30 лет, это новое поколение, оно блистательное. Они выигрывают все международные конкурсы. И если мы раньше отставали в чем-то, орган только-только в 20 веке вступал, как равноправный инструмент в России, то сейчас он, конечно, очень важный. И много школ, много профессоров, много направлений. Они идут по заграницам, и поэтому всегда представляют нам самое яркое искусство. Мы очень рады. Музыковед Ирина Шилеева и еще один наш гость Константин Маслюк, главный дирижер Вятского симфонического и Вятского камерного оркестров. У нас небольшая сейчас пауза, мы продолжим. Культ поход. Мы продолжаем наш разговор в нашей уютной сегодня студии, где дождика у нас нет, по крайней мере, не то что у вас, у тех, кто нас слушает сейчас. И говорим мы сегодня об открытии нового музыкального сезона в Вятской филармонии, а именно в концертном зале камерной музыки Вятской филармонии, или там, как у нас попросту называют, в органном зале. И как раз мы поговорили о таких планах на ближайшее время. А сейчас пришло время поговорить с нашими гостями. Это Константин Маслюк, главный дирижер Вятского симфонического и Вятского камерного оркестров, Ирина Шилеева, музыковед, о ближайших мероприятиях, с которых, собственно, сезон откроется. 11 сентября. 11 сентября, да. Куда мы разыграем сегодня, кстати, билеты? Да, кстати, я благодарю. Я очень рад, что Ирина Петровна рассказала о детских циклах, я бы сказал, концертов в органном зале. Концерты для взрослых – это тоже циклические какие-то вещи. И как раз один из абонементов, который мы предлагаем нашим слушателям, он завязан на участии камерного оркестра. Он называется «Солист орган-оркестр». Мы уже не первый год делаем концерты в таком формате, когда к нам приезжает интересный, известный, представляющий большую ценность артист. И в первом отделении он выступает как солист в сопровождении органа, а в втором отделении он выступает в качестве солиста, но уже с Вятским камерным оркестром. И надо сказать, что эти концерты имеют успех. И я очень рад, что сегодня есть повод говорить. Я обычно прихожу в эту студию, с удовольствием прихожу. Я уже сейчас коллегам сказал, что мне всегда очень приятно с ними общаться. Как правило, мы с вами говорим о каких-то планах или достижениях Вятского симфонического оркестра. Я рад, что сегодня я говорю именно о камерном оркестре, потому что в этом году нам исполняется 15 лет. И надо сказать, что самый первый концерт коллектива, который потом стал, спустя некоторое время, стал коллективом филармонии, стал называться Вятский камерный оркестр, он как раз состоялся в органном зале в ноябре. Возвращение к истокам получается, да? Поэтому, да, поэтому то, что мы стали регулярно работать в органном зале, принимать участие и в детских концертах, что, как справедливо заметила Ирина, придает им, конечно, немножко другой статус. И наши концерты для взрослых или, скажем так, для всей семьи, это, как мне кажется, очень важная и интересная краска такая вот в музыкальной жизни нашего города. Что касается открытия сезона, первого концерта, заявленного в этом абонементе, давний друг нашего оркестра, блистательный виолончелист Рустам Камачков, лауреат многих международных конкурсов, человек, который известен не только в нашей стране и за рубежом, он много играет в Европе, приедет к нам. Надо сказать, что он неоднократно играл в филармонии, но в органном зале, по крайней мере, с оркестром он не выступал. И мы предлагаем программу, которая соответствует формату открытия сезона. Как правило, это должно быть ярко, это должно быть разнообразно, это должно быть торжественно, в некотором роде и торжественно, да, и ориентировано на самый широкий круг слушателей. В связи с этим мы подготовили программу, где в первом отделении Рустам с нашим замечательным органистом Ильей Рязаевым будет играть сочинение Баха, сочинение Паганини на виолончели. Да. Оркестровое отделение будет представлять такую ретроспективу от барокко до танго. Мы начнем с музыки Вивальди. Музыки Вивальди прозвучит некий блок романтической музыки, это Дворжик и Чайковский. И закончим мы исполнением гран-танго Пьецолы, который в свое время Астар Пьецол написал для Ростроповича. Это известное сочинение, которое всегда вызывает определенные отклик у нашей аудитории. Еще раз напомним возрастное ограничение. 12+. 12+, да, мы должны его произнести. Так, о других мероприятиях в рамках нового концертного сезона, конечно же, будем говорить. Нам пора начинать розыгрыши. Мы сейчас небольшую передышку дадим устроить для наших гостей, ну а сами озвучим те призы, которые у нас есть. 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Начнем, как всегда, с книг от магазина «Читай город». Интересная сегодня книга Лена Аверьянова. Нэн называется книга, в скобках расшифровка. «Нет, это нормально. Лучшая книга о беременности и воспитании детей для всех мам и пап». Я полистал, вот жалко, что... 16+. Жалко, да, что мой уже перерос этот возраст. Я бы совсем по-другому воспитывал, если бы читал эту книгу. Вторая книга прекрасная совершенно, как нас обманывают в магазинах. Это очень нужно. А нас там обманывают? Вот я прочитал ее, нас обманывают на каждой странице этой книги, по каждому совершенно товару. Причем по таким вещам, о которых даже не задумываешься, да. Самое главное, что я вычитал, что опасайтесь, самый часто обманываемый продукт, где нас чаще все обманывают, ребят, это молоко. Ладно, в общем, надо читать. Надо читать, потому что страниц там много. «Ксения Букша. Рамка. Новый эксперимент. Современные поэтессы, журналистки и писательницы. Антиутопия. Задевает, но остается ощущение недосказанности». 18+. Ну и последний роман прекрасный «Милена Бускетс». И это тоже пройдет. Это роман о женщине, которая потеряла мать, но пытается найти себя, избавиться от пустоты доступными способами. 16+. Да, эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская, 65 и Ленина, 103А. Спасибо магазинам «Читай город» за предоставленные книги. Билеты на любой фильме, сеанс в кинотеатру «Дружба» у нас сегодня есть. Билеты в галерею «Прогресса», где по-прежнему идут две прекрасные фото-выставки, которые всем рекомендую, настоятельно рекомендую посмотреть. Это выставка «Оттепель» выдающего советского российского фото-журналиста Владимира Лагранжа. Ребят, ну это надо видеть, это надо видеть. И выставка «Гол», но это любители спорта, она была приурочена к чемпионату мира по футболу. Это фотографии трех поколений известных российских спортивных фото-журналистов. Также 24 августа, то есть сегодня, вы можете отправиться в книжный клуб «12». Там будет выступать новый квартет Николая Донецкого. Вы услышите традиционный джаз в стиле 30-х, 40-х, прошлого века, а также босса нового 60-х. Байки про джаз, импровизации, живое общение и теплая атмосфера. Все это в книжном клубе «12». Сегодня в 8 часов вечера возрастное ограничение 16. У нас есть также билеты от наших гостей на то самое открытие сезона 11 сентября, о котором мы говорили, где выступает программа «Солист», «Орган оркестр». Правильно это называется, да? Вот у нас есть на две персоны приглашение, а также на мероприятие, которое пройдет 20 сентября, тоже в 6 часов вечера. Популярная классика она называется, мы о нем сегодня, думаю, еще поговорим. Тоже билет на две персоны. Звоните. И еще у нас сегодня есть билеты на концерт, который состоится 29 сентября в областном Доме народного творчества. Перед тем, как сказать самые теплые слова об этой исполнительнице, я хочу, чтобы одну из самых известных композиций, ее мы сейчас напомнили. Переживала без повода И улетала из города Где пахнет дымом И порохом Моим Да-да-да, друзья, впервые в нашем городе 29 сентября выступит коллектив под названием «Юта». 29 сентября у ДНТ начало в 6 часов вечера, ограничение 12+. Вы можете приобрести билеты на это выступление в кассах нашего города, а также подробности и приобретение билетов по телефону 26 60 96 и благодарность за предоставленные билеты организатору этого концерта Даниилу Буторину. Я точно иду, кстати, на этот концерт. Ну что, поехали? Вот такой список призов. Задавайте ваш вопрос. Константин. Я начну. Давай. Да. Я упомяну, что в концерте 11-12 сентября, а я говорю именно 11-12, потому что, как правило, такие большие интересные концерты с приглашением известных музыкантов мы делаем два вечера подряд. Два вечера подряд. Так вот, я упомянул, что там прозвучит музыка Чайковского, прозвучит замечательная пьеса, которую Петр Ильич написал для виолончели и струнного оркестра пьеса эта, в пьесе этой используется русская народная песня, «Сидел Ваня на диване». Диваны уже были в русской национальной культуре. Да, я вообще должен сказать, что Петр Ильич использовал темы народных песен, причем в отличие, скажем, от своих петербургских коллег, которые ездили по деревням, записывали песни. Петр Ильич пользовался сборниками городского фольклора. И, пожалуй, самый-самый известный пример использования им народной песни в финале его четвертой симфонии. Вот я хочу задать нашим слушателям вопрос. Какая общеизвестная русская народная песня использована в финале четвертой симфонии? И даю три варианта ответа. Хорошо, что даете три варианта, да. Это «В осаду ли в огороде?» Или это «В ополе береза стояла?» Или это «Охвысенье моесенье?» Вот такой вопрос очень интересный. Ты хочешь сказать, что не знаешь ответа? Нет, я догадываюсь. Догадываюсь. 211-101 номер нашего телефона. Три варианта ответа даны Константином Александровичем. «Ахвысенье моесенье», «В ополе береза стояла» и еще один вариант. «В осаду ли в огороде». Так, давайте принимаем звонок. Да, такие уже есть. Вообще-то в музыкальной школе это учат. Наш звукорежиссер Денис принимает звонок. Алло, добрый день. Добрый день. Вас зовут Наталья. Да. Наши постоянно... Хочу попробовать ответить, может быть, «Синие мои синие»? Нет. Нет. Ну, первый вариант ответа мы обычно не слышим. Если он не правит. Вы можете угадать, да. В ополе береза стояла. Совершенно верно. Наталья, а исполните, может быть? У меня сегодня говно болит. А, то есть обычно вы исполняете. Люди-люди стояла. Да. Люди-люди стояла. Ну, ладно. Хорошо. Дело в том, что это трагическое сочинение. Ну, конечно. Нет, я имею в виду не песню, а симфонию. А, песня-то, да. Некому березу заломать, это, конечно, да. А симфонию. И дело в том, что смысл использования этой песни, да, ну, как это обычно принято нашим музыковедениями рассматривать, заключается в том, что в период каких-то своих терзаний, терзаний... Душевных. Душевных герой, да, лирический герой обращается в народ. В народ. В финале все-таки, да, он ищет выход в том, что он идет в народ. То есть он не замыкается в селе там. Да, да, да. А ищет, ищет поддержки какой-то и, да, душевные. Владимир, давай мы тоже пойдем в народ. У нас Наталья еще без приза пока. Наталья, большой выбор, пожалуйста. А можно на юту? Да, конечно, можно, да. Не кладите, пожалуйста, трубку, вам объяснят, как забрать этот билет. Ну, а у нас подошло время рекламы. Напоминаем, что общаемся мы сегодня о новом концертном сезоне. И у нас в гостях Константин Маслюк, главный дирижер Вятского симфонического и Вятского камерного оркестров, а также музыковед Ирина Шилеева. Буквально полторы минуты мы продолжим наше общение. Наш телефон 211-101. Давайте продолжим. Ирина, ваш вопрос нашим услышателям. Все вы, наверное, знаете, что в нашем органном зале представлено несколько клавишных музыкальных инструментов. Но самый главный, король, это, конечно же, орган. Второй инструмент – это красный рояль Блютнер. Есть еще один маленький, очень красивый, единственный, как и орган в нашей области. И вот хотелось бы узнать, какой третий клавишный инструмент есть в органном зале. Я думаю, что он очень простой. Варианты давать не будем. Нет, вариантов давать не будем. Орган, рояль. И еще один. И еще один. Младший брат. Клавишный инструмент, который используется активно. А младший ли он брат роялю или старший? Нет, он старший брат. Старший, старший. Я имею в виду по размерам маленький. А по размерам, да, маленький. По размерам маленький. А собачка всю жизнь щенок, так что да. Есть у нас звонок? Давайте принимаем. Еще какой звонок, судя по жестам редактора, какой-то очень громкий звонок раздался. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Константин. Константин. Ну, о каком инструменте идет речь? О клавишине. Совершенно верно. Бывали, сами видели, сами знаете, да? Видел, видел. Беленький стоит. Скорость слева угла. Вот так вот. Абсолютно ответ правильный и очень подробный причем. Константин, определяйтесь с призом, и мы продолжим дальше играть. На открытии сезона вы. Отлично. 11 числа. 11 числа, да. Ну, такого человека, который знает, где стоит клавесин, просто другого выбора приза не следовало ожидать. Другого варианта и быть не могло, конечно. Константин, пожалуйста, не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором, выясните все вопросы, где забрать, собственно, этот приз. Продолжаем наш розыгрыш, видимо, сейчас о более современной музыке, да, Николай? Да не то, чтобы совсем современной, тоже. Нет, тоже о классике, только другого направления. Да, дело в том, что я сегодня с утра просто вспомнил вот это, знаете, были в советское время такие маленькие пластиночки. Да. На них писали вокальные инструментальные ансамбли, а названия не писали, да? Иногда не писали. Инкогнито. Да, инкогнито, потому что авторские права, чтобы не нарушать, просто не писали все. Ну, мы уж как бы там по звукам догадались. И вот сегодня вот как раз этих пластиночек, мелодия с одной из этих пластиночек, и она прозвучит, и вы потом скажете, кто же скрывался под этим таким псевдонимом. В данном случае я дам варианты ответа. Поехали. Какой год ты хоть принял? Да, да. Ну, когда это выходило, у нас в Советском Союзе, на самом деле, полном году в 72-м или 73-м этого пластиночка уже вышла с надписью «Вокальный инструментальный ансамбль». Песенка эта в русском переводе называлась «Большая любовь». Бикла. Почти точный перевод. На самом деле он не бик, а ход. А ход, горячая любовь. Да, но у нас, видимо, посчитали, что это слишком уже, да. Жар, это перебор, да. Перебор. Вот. И как назывался исполнитель вокальный инструментальный ансамбль, который это исполнял? Я даже не буду давать варианты, просто подскажу. Его название присутствует. Его название – это название такого доисторического страшного животного, да, палеонтологического, хищного, да. Я думаю, палеонтологи эту группу до сих пор очень любят. А у нас палеонтологическая программа. Да, у нас программа палеонтологическая, конечно. Они нас всегда внимают. У нас область палеонтологическая, да. Правда, в нашей области скелетов этих существ не обнаружены. Вот. Большой-большой такой хищный-хищный-хищный. И жил много-много-много десятков миллионов. И скушал много-много невинных животных, да. Я думал, что сложный вопрос на него, быстро отвечаю. Добрый день. Алло. Вы в эфире, не молчите, пожалуйста. Нет, не получается. Нет, молчание ответственность неправильно. 211-101. Напоминаем задание. Вопрос, вам нужно озвучить имя этого коллектива. Да, название этого коллектива, которое совпадает с личным именем одного из таких самых страшных и крупных хищников, которые когда-либо жили на этой планете. Большую популярность возымел этот коллектив. Он имел безумную популярность. После Битлз это была следующая волномания. Это как раз на их душу пришлось. После этого уже не бывало никогда. Так, что у нас еще кто-то желает? Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей. И кто это у нас звучал? Не знаю, ошибусь, не ошибусь. Группа Квирн. Ну, доисторическое животное. Королева, она как бы никак не доисторическое животное. Нет, вы, конечно, неправильно ответили. Подумайте еще. Вы можете еще одну попытку сделать? Песня просто знакомая. Конечно, знакомая. А название коллектива? До трех считаю, Сергей. Один, два. Ну, такая здоровенная-здоровенная хищная ящерица. Три. Давно вымершая. Увы, не получилось. Снова 211-101. Вот и не думал, что так сложно, оказывается. Ну, что же делать, да. С Чайковским как-то разобрались. Как-то да, вот у нас Чайковский. Ну, это ведь хорошо, опять же. Наших, своих-то знать надо. Урожение связкой губернии. Как-никак. Еще, еще третью попытку ждем. Третьего человека в нашем эфире. Пока можем поговорить. Нет, почему? Есть уже. Что ж такое-то? Сейчас вот сто процентов, да. Сейчас прозвучит ответ. Вы в эфире. Алло. Да, да, да. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Андрей. 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 Ну, как называется этот коллектив? Я думаю, что Тирекс. Совершенно верно. Тиранозаурус. Рекс его было полное название. Просто потом долго произносить стало. Да, и Марк Болан его лидер. Совершенно правильно, Андрей. Какой приз вы хотели бы получить? А вот 20 сентября в Фью-Армонии. Вот что там будет за концерты? А вот мы еще не успели поговорить. А вот как раз сейчас вам расскажут. Но вы можете заранее билеты брать. Потому что плохих концертов органов зале точно не бывает. Все. Мы передаем Андрею ваш нашему редактору. Вы идете 20 сентября туда. А сейчас вы слушаете о том, что там будет. После вопроса. После вопроса. Сейчас у нас вот ВИА прозвучала. У меня сейчас будет советский вокальный инструментальный ансамбль. Мое задание, вернее, посвящено приближающемуся 1 сентября. Через неделю все-таки как-никак новый учебный год. Сейчас прозвучит знаменитейшая песня. Об учебной паре. Куплет прозвучит не целиком. Ваша задача его завершить. Вспомнить слова. По-моему, эта песня уже звучала у нас в эфире не так давно. Но почему бы и нет. Я даже догадываюсь, что за песня. Еще раз. Пожалуйста, наш звукорежиссер Денис. Песенка дождя катится ночью. Шелестят зеленые ветра. А все. Виан на этом закончил свою... Я даже вспомнил, слушай. Да. Ну и вот две строчки. Две строчки еще остаются. Вам нужно озвучить, дозвониться. 1 сентября, так или иначе. Каждый из нас, наверное, да, ностальгировать начинает по школьной паре. И вот давайте вместе вспомним эти замечательные слова. Есть претендент? Давайте принимаем звонок. Алло, добрый день. Алло. Да, как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Светлана. Светлана, песенка дождя катится ручьем, шелестят зеленые ветра. А дальше вы. Ревность без причин, споры ни о чем. Это было будто бы вчера. Шпоры или споры? Споры. 100% ответ. Не придирайся, Владимир. Хорошо. Ответ был правильный. А, споры? Споры, споры, да. Абсолютно правильно. Молодцы, что вспомнили. Ваш выбор. Чему отдаете? Приз, я имею в виду. Это в кинотеатр дружба. Да, есть еще. Не разыграли. Пожалуйста, получается, не кладите трубку. Не кладите трубку. Все, завершили мы, собственно, круг наш. Нам нужно поговорить об абонементах еще. Да, еще. Как раз мы еще обещали Андрею Жигалину, что мы поговорим, да, про концерт, который будет 20 сентября. Да, с чего начнем? Про абонементы. 20 сентября. Давайте. 20 сентября. Пожалуйста, Ирина. Ирина. Да, 20 сентября мы представим слушателям программу, которая называется «Популярная классика». Это одна из самых популярных программ, на самом деле, в органном зале. Ну и понятно, почему. Потому что, как правило, на таких концертах мы исполняем произведения, которые понятны абсолютно любыми слушателями, вне зависимости от того, подготовлены они музыкально, имеют они музыкальное образование. Или нет. Или нет. Да, конечно. Музыка Баха, Вивальди, Чайковского. И вот в данном случае 20 сентября это будет орган, скрипка. И наша замечательная певица, обладательница редкого мета-сопрана, Кировская, Татьяна Краева. Программа также у нас будет такая же ретроспектива от барокко, но не до танка, скажем, но до начала 20 века. Поэтому здесь можно как раз привезти детей своих, кому исполнилось хотя бы лет 9-10. Ну сколько там официальное возрастное ограничение? Ну официально 12 лет, да, по закону. Но если ребенок с удовольствием слушает классическую музыку, то здесь можно взять и помладше человека. Такие концерты продолжаются 2 часа. Это стандартное время. Два отделения. Да, отделения. В антракте 10 минут. И для тех, кто придет к нам первый раз, скажу, что буфета в органном зале нет. Всегда вопрос задает. Поэтому если кто-то хочет пить, нужно побеспокоиться заранее. Брать с собой. Ясно. Ну и наконец абонемент. В этом году новый абонемент мы представляем нашим зрителям. Он называется «Бах. Органные параллели». Это органный абонемент, как вы понимаете, из названия. И здесь произведения Баха, которые будут звучать в каждом произведении, они предстанут в диалоге. В каждом концерте. В каждом концерте, да. Предстанут в диалоге с творениями его современников и наследников. Это самые значительные композиторы и органисты Германии и Франции. Это будет Бах Букстехуде, Бах Мендельсон, Бах Лист, Бах Сезар Франк. В этом абонементе принимают участие и московские органисты. И все они так или иначе относятся к имени Алексея Александровича Паршина. Это чаще всего его ученики. Алексей Александрович Паршин – это наш выдающийся российский органист. Это профессор Московской консерватории, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России. Удивительный музыкант, не побоюсь этого слова, гениальный музыкант, который, мне кажется, постиг тайны этого инструмента во всей своей полноте. И также эти все секреты тайны передают слушателям. Слушать Паршин – это большое удовольствие. Он дружится с коллективом органного зала, он бывает в Кирове. И, конечно, органный зал с удовольствием пользуется этой дружбой в том плане, чтобы организовать какого-то такого рода абонемент. Если учесть, что у нас один из самых уникальных инструментов, это вполне понятно. Органы, они все уникальные. Вам в любом зале скажут, что у нас уникальный инструмент, потому что они же индивидуальные. В каждом зале новые органы. Орган, построенный специально для конкретного зала с учётом его размеров, акустики и так далее. Поэтому двух одинаковых органов нет, как нет двух одинаковых людей. У них свои характеры, голоса. Но наш, да. На симпозиуме в начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге наш органный зал вошёл в пятёрку лучших камерных, то есть небольших органных залов, по сочетанию акустики и качеству инструмента. Так что нам есть чем гордиться. Действительно, акустика у нас уникальная. Как вы знаете, микрофонов нет. Все поют, играют вживую. И для тех тоже, кто к нам приходит, в последнее время почему-то стали задавать вопросы. У вас фонограмма органная звучит? Или у вас всё-таки настоящий органист вас играет? Однажды даже сказали, зачем вы сажаете органиста? Мы что, не понимаем, что у вас там орган в фонограмме? Вот представляете? Это оскорбление, конечно. Ну, это не оскорбление. Мы спокойно относим. Орган всегда играет вживую. Чтобы кто-то не знал, чтобы обязательно об этом знал. Да, ну и собственно программа культпоход у нас тоже вживую прошла. В прямом эфире. К сожалению, пора уже завершает. Без 15-ти часа. Спасибо большое, Константин Маслюк и Ирина Шелеева. Удачного старта в СИЗО. Нового творчества, творческих успехов. До новых встреч. Обязательно встретимся в ближайшее время. Последняя встреча в предыдущем СИЗО. Спасибо. Всего доброго. Николай Голиков. Владимир Сметалин. Я не прощаюсь. До встречи в программе «Союз нерушимый» через 20 минут. А я приду в понедельник.